Сын, привет! Сегодня в блоге Самоучка приперся в обед на пляж Дельфин. Ну и конечно же людей на пляже будет мало-то. Еще бы в самое пекло-то приперся. Приглашаем, приглашаем на бананчик, друзья. Пожелает покататься на банане, в открытом Черном море искупаться. Так кричит, что прямо на бананчик не хочется. Пляж Дельфин, дамы и господа. А здесь, вот обратите внимание, если с противоположной стороны в одном из роликов говорил, Северский чуть-чуть стал хуже, то пляж Дельфин, мне кажется, стал шире. Такое впечатление, что оттуда камни вымыло и намыло сюда. Вот так вот. Пляж Дельфин во всей красе. Лежаки свободные, а поближе к воде народа... Раз, два, три. Нормально. Нормально, уже до трех считает. Народа побольше. Трубочки полные сгущенки. Трубочки полные сгущенки. Пахлава метовая, сарезка. Не хочу. Жарко. Митовая, пахлава, сарезка, метовая, сарезка. Так, где-то играет музыка. Сейчас пройдем чуть-чуть дальше туда. И пойдем в сторону моря. А, нет, по нашей пляжу позже. Мне кажется, все-таки чуть-чуть стало посвободнее. Не знаю, надо будет, конечно, наведаться завтра на центральный пляж. А может быть и сегодня возьму, наведаюсь с прямым эфиром. Что-то какие-то песни о лет 90-е. Прям какая-то Ирина Салтыкова. Так, ну, крышки зонтов в этих шляпки уже эти не насмотрелись. А еще музыка не наша. Так что пойдемте отсюда. Насходяйся. Раз, два, три. Вообще не слышно стало. Да орешь, так что. Нароматно? Раз, два. Прям ужас. Немножечко пройдем прям по пляжу. А потом уже окунемся в воду Черного моря. Так вообще не стараются перекричать друг друга. Розовые полотенчики, эти полотенчики, эти матрасики. А это значит пляж, пляж, как это, тушканчик. Вот так вот. Появился на территории пляжа Дельфин. Пляж тушканчик. Ну, такое бывает. В общем, вот так вот все будет на всем протяжении пляжа. Люди будут отдыхать, загорать и купаться. Девушки будут фотографироваться. А блогеры из-под тишка это все снимать. Вот, извините, руками тут перед камерой помахал. Как снять блок на пляж Дельфин и не зайти в море на пляже Дельфин? Это же не засчитается, да? Вот вам вид из моря. Там, кстати, поезд приехал, наверняка, как и саратовский. 200%. Катера, катамараны. Знаете, все-таки, или действительно чуть-чуть стало поменьше людей, или я все-таки неправильно подобрал время, приперся в самое пекло. И тут, наверное, два фактора одновременно. Вот отсюда видно цифровое табло. Температура воздуха 33 градуса, температура моря 27. Ну, я вам скажу, это прям, я не знаю, Африка какая-то. Хотелось бы, чтобы температура воздуха и моря также была 27 градусов. Это было бы прекрасно, идеально для всех. Ну, мне так кажется. Для меня точно. Я, конечно же, не того, кому-то, может, хочется потеплее моря. Так вот, вчера в комментариях читал, человек говорит, что были в сентябре, вода плюс 23, холодно. 23, это за радость была. Вот, когда мы в мае опускались в 15 градусов, вот тогда было свежо. И то, это только мне свежо было, а кому-то и нормальненько. Ну, такой вот замечательный пляж Дельфин. Красивые красные ленточки. Кафе Тушканчик мексиканский. Хотя тут уже не пойму уже сам. Ну, давайте я все-таки называть буду пляжем Дельфин, так как изначально это был Дельфин. Потом уже, видите, часть сделали Тушканчиком. Как Калипсо появился также на пляже Лазурном. Был большой-большой Лазурный, потом появился Калипсо, потом вообще стало два Лазурских Калипсо. Обстановка отличная. Море теплое. И я больше вам ничего не скажу. Такой вот получился пляж. Блог про пляж. Ну, очень большой. Ну, что же вы хотели? Море. Море. Сейчас еще дневной снимаю. Будет то же самое повторять, что и здесь. В принципе. Всем привет из Лазурского. Последние деньки августа, ребят. Последние деньки. Но впереди нас ждет сентябрь. И судя по погоде, во всяком случае, пока, которая сейчас, сентябрь должен быть жаркий. Всем пока.